В романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» есть диалог между Шурой Балагановым и Паниковским. «А ты кто такой? Скажи мне, а ты кто такой? Нет, ты мне скажи, кто ты такой?» Чем занимаются эти замечательные люди? Они выясняют отношения. И сегодня отношения, тема нашей встречи. Почему иногда приходится их выяснять? Что вообще нужно знать об этой сфере? Мы сегодня говорим с нашим гостем. Кандидатом психологических наук, доцентом кафедры педагогической психологии Казанского федерального университета, руководителем программы переподготовки и повышения квалификации в Академии практической психологии и консалтинга Инжи Анваровной Латыповой. Здравствуйте, Инжи Анваровна. Здравствуйте. Радостно вас у нас видеть. Здорово, что встретились уже весна. Я думаю, что это как раз время обострения темы отношений. Абсолютно с вами согласна. И продолжая разговор, я знаю, что вы ученица Сергея Владимировича Петрушина. И вот хотел бы маленькую прям цитату привести из одного из его произведений. Мы живем в многообразии отношений между мужем и женой, родными и чужими, профессиональные и человеческие, между мужчиной и женщиной, родителями и детьми и так далее. Если добавить к перечисленному, что кроме внешних взаимоотношений существуют еще и внутренние, то можно мысленно представить себе наличие целой вселенной огромного мира отношений. Это просто удивительно, да? Потому что очень часто мы в своем обиходе используем такие понятия, какие отношения у вас хорошие или плохие. А здесь получается целая партитура отношений, тонкие классификации, формы, подформы, виды, подвиды. И если профессионально относиться к этой теме, то, конечно, и взаимоотношения тоже можно строить более тонко, дифференцированно и, скажем, профессионально. Профессионально даже с обычной бытовой точки зрения, не говоря уж о том, что психологи занимаются разведением людей в разные стороны ринга, совершенно уже на профессиональной основе. И вот в качестве тоже отправной точки, ну и понятно, что в отношениях мы еще все друг от друга чего-то ждем. Вот согласитесь, да, есть такой вот момент в отношениях, ждем друг от друга. Конечно, да, конечно, это хорошо, что если есть ожидание, потому что ожидание – это мягкая форма пожелания в отношении другого человека. Мне хотелось бы, чтобы было так, мне хотелось бы, говорит женщина, чтобы ты подарил мне цветы на 8 марта. Но не факт, что подарок будет, то есть, и поэтому вот это вот мягкое ожидание, оно, если не составится, не, скажем, в эмоциональном плане, не дает такого разочарования. Но степень, скажем, направленности ожидания другого человека тоже весь может быть разная. То есть, если мы говорим о ожидании, это более мягкая форма эмоционального такого, скажем, да, ожидания, а форма требований – это также, да, то есть, когда мы уже не только ожидаем, но и требуем от другого человека. И тогда мы говорим уже не об эмоциональном уровне, а о социальном уровне требований к другому человеку. И тогда наша направленность в отношениях имеет совсем другой вкус и совсем другой характер. Видите, как интересно, да? То есть, мы уже с одного уровня на другой поднялись. А в третьем уровне, в сексуальном, да, то есть, ожидания, ну да, то есть, мы говорим о том, что здесь, наверное, уже я могу быть, скажем, в пассивной роли, и ожидать чего-то, потому что есть такие типы людей, да, есть ведь типы людей более активны, да, то есть, есть люди эмоционально более активны, скажем, социально более активны, или, скажем, физически более проявлены, и у них такая данность, скажем, яркая индивидуальность. Потому что вся теория отношений, она строится на концепции трех составляющих в человеке. То есть, составляющая личности, то есть, составляющая индивидуальности и составляющая, получается, сущности. И у каждой из трех составляющих есть свои инструменты. У личности это сознание, получается, или социальный уровень, который затрагивается в взаимодействии. У сущности это эмоциональный уровень и затрагивающиеся, получается, эмоции, да, то есть, переживания, да, то есть, эмоции, ну, то есть, состояние, да, и контакт эмоциональный. Если говорить про индивидуальность, инструментом индивидуальности является тело, это согласно, получается, теории Грек-Каленаускса. И уже инструментом является тело, да, то есть, телесность. И ощущения. Да, и как, да, то есть, это уровень ощущений, уровень, скажем, физического комфорта, то есть, чувствования именно физического, да, то есть, физических различных вибраций, кодов, доступа телесности и так далее, да, то есть, ну, и в зависимости от того, с чем мы работаем в человеке, есть разные специалисты и в психологии так же. То есть, есть специалисты, которые работают с телесностью, есть... Так и называется, да, телесно-ориентированная терапия? Да, телесно-ориентированная терапия, да, то есть, и мы знаем, что сейчас это направление очень развивается. Актуально, да? Актуально, потому что стрессы различные, да, там, напряжение, это всё идёт как раз через наше тело. оно сказывается на всей системе человека. Эмоциональная, то есть работа с состояниями. Специалисты сейчас так и пишут, я работаю с состояниями, то есть работа с тревожностью, с депрессией, с различными суицидальными склонностями. Это все касается вопроса состояния человека, психоэмоциональных состояний, безысходности состояния. И уже уровень сознания, то есть специалисты, которые работают с мышлением, с когнициями, с установкой, то есть направлении когнитивно-поведенческой терапии. Если говорить про направление, которое существует в психологии. А если говорить про нашу тему сегодня, тему отношений, здесь, конечно, нам тоже нужно на какую-то концепцию опираться, чтобы мы понимали, когда люди встречаются друг с другом, какие уровни и составляющие они друг друга затрагивают. То есть они могут взаимодействовать на уровне личностном, они могут взаимодействовать на уровне сущностном или душевном по-другому, или они могут взаимодействовать на телесном уровне, то есть как сексуальные взаимоотношения они как раз строятся на телесном уровне. Ну и это может быть просто прикосновение, то есть или же, например, какие-то действительно там любовные отношения, семейные отношения. Хорошо, что вы использовали именно сексуальные отношения, а не интимные, потому что, например, Для меня интимные отношения – это не только про сексуальные отношения, а это еще про очень близкие отношения с каким-то человеком вне сексуальных контактов. То есть интимность – это как бы уровень допуска к себе, очень близкий. Да, интимность ведь человека может быть и в отношении самого себя. Когда мы говорим «интимные отношения с собой», сейчас очень модно в психологии говорить такое. То есть прежде чем вступать в отношения или при выяснении отношений, очень часто говорят, ты сначала разберись с собой. Ну да, то есть со мной ли все в порядке, насколько у меня есть понимание самого себя, самой себя, насколько я чувствую, насколько я понимаю, чего я хочу в жизни, какие я требования предъявляю внешнему миру, какие я требования предъявляю в отношениях. Да, то есть, ну и вообще, то есть к профессии, при выборе профессии. То есть это же тоже состоит все как бы, как большая матрешка такая, да, которую мы разбираем во время консультирования, проведения консультации, потом уже собираем, может быть, по-другому, по другим ракурсам. И поэтому так или иначе эти уровни, они взаимопроникаемы, они взаимовлияемы, и, конечно, про них нужно знать, какие же законы в этих отношениях существуют, по каким правилам живет каждая составляющая в нас, в человеке, да. То есть таким образом вначале, наверное, нужно расстроиться, да, чтобы потом стать единым целым, да, вот разборка, да, три составляющие, три коня, да, тело, душа, сознание, подружиться с ними, взять их в одну пряжку и уже скакать навстречу, да, то есть. Вот насчет подружиться, прям, вы подводите меня к тому, что, интересно, не я вас подвожу, а вы меня подводите к тому, чтобы задать вопрос. Смотрите, получается, что если человек не понимает, что он едет на тройке, вот, используя эту метафору, да, и он престижную ставит на основную или наоборот, да, то есть вот этих лошадей не в правильном порядке ставит, вот, ну, переводя на обычный язык, не понимает себя, не знает себя, не знает, как собой управлять, да, что не может распределить свои чувства, отделить их от ощущения тела, отделить от чувств, от мыслей, вот это вот все в одной куче, да, то, скорее всего, вот эти проблемы в отношениях любого уровня, любого типа, они неизбежны, я правильно понимаю? Конечно, да, а более того, ведь упряжка лошадей может бежать впереди хозяина, то есть она может быть совершенно неуправляемая, совершенно разъяренной, при этом голодной, не накормленной, то есть это такая картина очень, скажем, наглядная. Или наоборот, лошади остались, как говорят, телега же, говорят, телега впереди лошади, человек едет на телеге, не понимая, кто там управляет этим процессом сейчас, в котором он находится, да, которая, какая из лошадей. И получается, что те психологи, которые сейчас занимаются тем, что вот интимная психология, то есть в отношении разберись в себе, да, то они получают справа, что это все-таки прежде чем понять, что ты хочешь, куда ты хочешь идти, с кем ты как хочешь выстраивать отношения, необходимо разбираться в себе. Конечно, конечно. Это первая причина, ну как это, первый шаг. Да, и более того, если мы говорим уже сейчас про интимный уровень, да, то есть это получается, я бы сюда еще добавила четвертый уровень, духовный уровень, да, духовный уровень, уровень смыслов, уровень ценностей. Особенно в то сложное и непростое время, в которое мы живем, без смыслов и без ценностей очень непросто бывает, да, то есть геополитическая ситуация совершенно меняет, скажем, взаимоотношения, модель, да, то есть общепринятая традиционная модель семьи, где семья, то есть привыкшая жить вместе, то есть, ну, то есть они, да, вынуждены, да, расстаться, и, соответственно, получается, супруг, да, мужчина идет на службу, то есть он служит родине, отчизне, защищает ее, и здесь, конечно же, задача, да, женская задача, также перестроиться в этот же смысл, то есть не только думать о, скажем, о хлебе насущном, да, но и понимать, что есть духовный уровень, который затрагивает не только их двоих, а это ценность, которая важна сейчас всему человечеству, нашей России, нашей отчизне, и таким образом, соединяясь в этих ценностях, женщина делает мужчину сильнее. Если к Калинавску соотноситься, то, по-моему, это его, да, теория о том, что мужчина – это структура, он делает первый шаг, а женщина потом эту структуру наполняет, неважно, что подразумеваясь под этой структурой – дом, работу, отношения и так далее. Женщина принимает эти отношения, то есть она принимает его путь, его призыв, его вызов, да, то есть она следует за ним. Так же и с минусом, то есть если нет поддержки и нет вот этого обеспечения, этого пространства, то мужчина теряется, да. Мы говорим о трех, выяснили, о четырех уровнях отношений. Первый, наверное, высший, да, духовный уровень отношений, затем идет социальный, ниже эмоциональный и в самом, как бы, условно говоря, нижней части находится интимный или сексуальный уровень отношений. И вот интересно, что, ну что такое отношения, да, их же нельзя потрогать, да, их нельзя услышать, но, тем не менее, они пронизывают вот нашу жизнь насквозь. И был такой закон коммуникаций, и он тоже имеет отношение, естественно, к отношению, да, отношение к отношению, многозначное какое слово. И вот там очень интересный один из законов звучит так, что в коммуникации, то есть, например, в отношениях, допустим, между вами и мной, за доступность и получение правильного, правильной информации отвечаю я, как человек, который является отправителем этой информации. То есть, условно говоря, за то, чтобы вы меня поняли в наших отношениях, отвечаю я, как инициатор этих отношений или этой конкретной коммуникации. Вот я несколько раз проверяла на своих взаимоотношениях с людьми вот этот закон. Он совершенно прекрасно работает, но совершенно не применяем, понимаете? То есть, у нас почему-то считается в основном, что, ну, ты вот как бы бросил какую-то информацию, это уже твоя проблема, как ты понял ее. Понял ты, не понял. А на самом деле, видите, как, вот если повернуть все это вот в правильную сторону, то очень многое сразу выстраивается, структура проявляется. Ну, это, наверное, скорее больше похоже на ремарку, возвращаясь... А еще же есть такое высказывание, да? То есть, помните, да, то есть, как там, санэкземпери, мы в ответе за тех, кого приручили, а здесь еще момент, есть такое, да, то есть, перефраза, мы в ответе за тех, кто нас приручил. Да, это тоже. Просто если мы будем брать всегда ответственности в отношениях, да, то есть, а не перенаправлять, да, то есть, недопонимание и так далее. А каждый, если будет начинать с себя, то тогда, наверное, будет больше ясности в жизни и будет, как бы, распределена зона ответственности. А давайте вот по поводу вот этой второй части высказывания. Мы в ответе за тех, кто нас приручил. Вот что вы имели в виду здесь? Мы в ответе за тех, кто нас приручил. В какой части? Ну да, получается ведь как? Здесь можно сказать, ну, там, как, я не знаю, при воспитании, предположим, детей, или, не знаю, там, какая-то тема истории, отношения, предположим, да. Человек настолько может привязаться, настолько привязывается, да. То есть, но при этом, если мы говорим в первом формате, мы в ответе за тех, кто... Кого мы приручили. Кого мы приручили. То есть, образно говоря, мы берем всю ответственность на себя, да. За свои коммуникации. Получаем, да. За свои отношения. Да. А здесь, получается, мы заботимся и о другом тоже. Вот здесь надо вот расшифровывать, смотреть. Я бы прямо ее сейчас на доске написала бы, да, не хватает мела почему-то, вот, чтобы ее покрутить. Потому что очень часто бывает так, что, ну, меня бросили, да, вот эта фраза, меня обидели, да. То есть, со мной что-то сделали, но я здесь ни при чем. Я тут не присутствую. Да, да, да. Это со мной сделали, как с вещью, например. Да. Вот такая прям фраза. А здесь, получается, мы в ответе за тех, кто нас приручил. Вот, ну да, я тоже отвечаю за него тоже. И как бы вот эту вот взаимность сохраняю, что ли. То есть, наверное, может быть, не за человека, а за контакт между нами я отвечаю? Ну, за контакт, потому что, чтобы не произошло в отношениях, то есть, я понимаю, что в этом моя ответственность есть. Не только ответственность лежит на том, кто меня приручил, но и моя ответственность есть в этом. Поняла, потому что я пошла как бы на это, на эти, на выстраивание этих отношений. Да, да, да. Теперь понятно. Хорошо. Я понимаю, что вот вы говорили о том, что у вот этих трех видов, у отношений есть свои законы, которые надо соблюдать. Ну, можно же сказать, что есть люди, которые просто говорят, не очень понимая, что за этим, видимо, скрыто. Мне не нужны отношения. Вот можно сказать, что эта фраза, ну, как бы имеет, имеет под собой какие-то основания. А, ну да, то есть он говорит о том, что мне не нужны эти отношения, да? Конкретно. Мне не нужны эти отношения. Здесь нужно разобраться, а что за отношения у вас. Какие именно, да. Какие именно отношения, да, тебя не устраивают, а какие отношения ты хотел бы, да? Конечно, мы всегда анализируем историю отношений, что не сложилось в этих отношениях, что не так, что не то, да? То есть, чтобы посмотреть. То есть, ну, понятно, что мы задаем вопросы человеку, чтобы он сам увидел, как он выстраивает их. И когда человек понимает, что именно его действия, именно он своими собственными руками выстроил эти отношения, у него все вопросы и все обиды пропадают. Потому что даже вот про эти понятия, если говорить про существительное, да, очень часто говорят, любовь, да, там, или, например, я не знаю, там, боль. То есть эти понятия, они очень в отношениях нагружены, но мы никогда не знаем, какое содержание, какой объем в этом. Да, и здесь, конечно, нужно раскрывать смысловое поле, да, то есть больше-меньше, да, меня больше любят, меньше любят. То есть такие вот оттенки, они просто из народной речи, да, то есть они необоснованы. Что значит, сколько килограмм любви или сколько килограмм боли, да, то есть насколько больше-меньше, с чем сравнивать, как можно измерить. И вот тут нам бы можно, наверное, сказать о том, что существует вот вероятность, что эти уровни путаются. И вот вы, как вы сказали, даже если говорить про любовь, когда прямо из книги пример, да, что меня муж разлюбил, надо разводиться, да. И вот этот пример, о чем он говорит, какие здесь уровни смешаны? Разлюбил, да, это эмоциональный уровень, ну да, то есть накал эмоциональных страстей, чувств еще не настолько, да, то есть уже как бы снижен или уравновешен, да, то есть таких сильных переживаний человек может не вызывать. В принципе, это нормально, да, когда люди долго живут, они как-то более уже, у них отношения, эмоциональный настрой, он выравнивается, да, то есть и нет каких-то таких всплесков эмоциональных. Это нормально. А вторая фраза была, какая у вас получается? Пора разводиться. Пора разводиться. Пора разводиться – это социальный уровень взаимоотношений, да, то есть расторжение договоренностей. То есть здесь тогда мы смотрим, какие договоренности были не соблюдены, да, но решаем вопрос на уровне возникшем, да, то есть пора разводиться, значит, какие договоренности, или их нужно пересмотреть, да, то есть, значит, наступило время, кризис, может быть, там уже все отжило себя, и то есть в эмоциональном плане тоже какая эмоция была, может быть, не отреагирована, да, что скажем, блокирует этот поток любви. То есть получается, если к вам пришел человек на сессию и принес вот прям вот этот вот запрос, например, эту фразу, то вы сначала вот, как это, мухи отдельно, суп отдельно, да, то есть вот это социальный уровень, а вот это эмоциональный. В каком из вас более горячая ситуация, да, в каком из этих уровней, я правильно понимаю? Да, и, конечно, основной вопрос, который соединяет человека в его целостности, а вы действительно хотите быть с этим человеком? Когда приходит пара семейная, мы всегда задаем вопрос, да, то есть я задаю как психолог, мы обычно коллегиально тоже работаем с парами, насколько вы хотите быть вместе, если у людей есть желание быть вместе, то есть мы им помогаем пройти этот этап. Если же возникает момент, что неуверенности, то есть в любом случае даем такой испытательный получается срок, не торопиться с разводом, то есть, а именно поработать с психологом, поисследовать себя, снять эмоциональное напряжение, снять недопонимание и уметь дать им возможность договориться по-новому, да, то есть выстроить новые договоренности с учетом изменившейся ситуации в их жизни. Тогда правильно ли я понимаю, что в любом случае смешение уровней, это всегда конфликт? Смешение уровней, да, приводит к конфликтным ситуациям, и чаще всего это похоже на манипулирование, подмены понятий, то есть, и это приводит к хаосу, прежде всего, к хаосу, к неясностям, к недоговоренностям, к эмоциональным всплескам, и вот это вот смешение уровней, оно в общечеловеческой жизни, оно привносит, скажем, такую суету, да, суету, недопонимание. И человек в обыденности, пара в обыденности, семья могут жить долгое время, так, несколько лет, но хочется сказать, что такое взаимодействие друг с другом, оно очень истощает человека, то есть пары не движутся вперед, то есть перестают развиваться личностно, да, и особенно если есть дети, дети тоже смотрят на эту модель отношений, а дети это как белый лист, да, чистая книга, которая все считывает с папой, с мамой и записывает в свою книгу, поэтому, конечно же, если говорить об экологии отношений, о росте, чтобы не тратить время, нужно сесть, разобраться, выяснить, разложить все по полочкам и уже с помощью данной методики можно любые отношения разобрать за 15 минут, не тратя на это всю жизнь. Но тогда весь вопрос стоит, чем будем заниматься в другое время, потому что если людей, опять же, не объединяют какие-то направленности, духовные вещи, то, конечно же, освобождается очень много времени, и поэтому это одна из причин, почему семейные пары, ну и просто пары не хотят разобраться в своих отношениях. Или, например, наоборот, другая категория людей, которые очень поглощены работой, им просто некогда этим заниматься, разбираться. Но оно как есть, оно течет само по себе, проходит 10 лет, и через 10 лет пары понимают, а как так мы могли допустить такое, что с нами произошло, мы уже находимся на грани развода, или мы не хотим видеть друг друга. Это потому что отношения – это та сфера, в которую нужно вкладываться. Любые отношения. Вот это вот очень верная фраза, да, независимо от того, где эти уровни проявляются внутри себя, у нас точно также внутри каждого все эти уровни, в отношениях с рабочих отношениями, семейных отношениями. Кроме уровней есть еще виды отношений, рабочие, семейные, какие еще там? Семейные отношения, да, то есть получается дружеские отношения, да, любовные отношения, когда у нас эмоциональный и сексуальный уровень, да. Да, коллегиальные отношения, рабочий, эмоциональный уровень, семейные отношения – это три уровня, да, то есть сексуальные, четыре даже мы уже, да, добавляем в данные методики, духовные, да, вот, получается. Получается, что человек не только в уровнях может запутаться, а еще и в видах. Можно, например, привнести, если я правильно понимаю, в рабочие отношения какой-то компонент либо любовных, да, либо семейных, когда вот это вот… То есть людям настолько эмоционально нравится друг с другом быть. Они, например, говорят, ой, мы такие хорошие друзья, может быть, нам и бизнес сделать вместе? Давай делаем вместе бизнес. И включают туда социальный уровень. Но здесь неготовность, социальная незрелость, потому что мы знаем, что в социальном уровне действует закон интересов, да, то есть должен быть совместный интерес, должна быть способность договариваться друг с другом, соблюдать эти договоренности, должна быть, ну, как вот, действительно, очень много требований и соответствий, да. То есть, может быть, друзья выяснили, что в процессе построения бизнеса один из них не соответствует, да, ну, то есть не тянет. Да, это уже такая хрестоматийная история своего рода, да, уже, по-моему, многие знают, что с друзьями бизнес вести нельзя. Ну, или служебно, те же самые служебные романы, да. То есть в любом случае здесь идет смешение двойного, да, как бы двойного. Эмоциональный уровень, да, социальный уровень, то есть социальный уровень, да, присутствует, да, то есть с договоренностями все в порядке. Человек, ну, испытывают симпатию к другому человеку, да, понятно, что мужчина и женщина, работающие вместе, проводящие долго, много времени на работе, да, по 8 часов, конечно, здесь может быть огонь вспыхнуть и потом, что дальше с этим делать, да, то есть отношения продолжаются, но они перегружаются, да, то есть в том плане, что необходимо соблюдать уровень требований, не знаю, там, если это, например, начальник и подчиненный, например, да, то есть получается начальник выдвигает определенные требования, что нужно делать к сроку, а, предположим, возлюбленный сотрудник говорит, ну, после вчерашней вечеринки с тобой, у меня болит голова или я не готова, то есть у меня плохое самочувствие, вообще у меня нет настроения выполнять работу, которую ты мне даешь, вот, ну, в таком ключе, и, соответственно, получается, что работа не выполнена, эмоциональная удовлетворенность уже тоже отсутствует, накапливается вот это чувство неудовлетворенности, может быть, раздражительности, потому что, ну, начальник понимает, что ему нужно, ну, чтобы на предприятии было все выполнено, да, должен быть порядок, и, соответственно, получается, сотрудник становится ему неудобным, да, то есть его нужно или увольнять, получается, да, или же, как с ним быть, депримировать, да, она тогда эмоциональный уровень пострадает, и, ну, по опыту, да, работая с парами такими в консультации, мы знаем, что эти истории, они завершаются, и завершаются трагично. И вот тут у меня вопрос, вот смотрите, если мы говорим про уровни, да, социальные, духовные, эмоциональные, интимные, понятно, что если мы берем, ну, среднестатистического человека, у которого есть определенный жизненный бэкграунд, нет 250 часов личной терапии, да, у него вообще есть шанс выделять, вот здесь я четко понимаю, что у меня только социальные отношения, и придерживаюсь этих норм, если можно так сказать, вот тут я понимаю, что тут у меня только эмоциональные отношения, тут у меня только духовные, и вот тут у меня только интимные или сексуальные отношения, это вообще возможно, реально? А, ну, вы знаете, это азбука отношений, азбука отношений, конечно, ей нужно обучаться, и нужна практика, нужна практика. И смелость, наверное, нужна какая. Практика и смелость. Ну вот представьте себе, да, то есть, да, зная вот эту историю, предположим, ты прочитала книжку, ты прошла семинар, ты посмотрела передачу, и ты уже знаешь, что есть виды отношений разные и так далее. И, предположим, случается конфликтная ситуация. И ты задаешь своему, предположим, коллеге или супругу вопрос. Такое предположение. Давай рассмотрим, кем мы являемся друг для друга сейчас и на каком уровне у нас возникла проблема в отношениях. Хороший вопрос, такой открывающий очень. Ну да, наверное, в общем-то, коллеге или супругу тоже будет интересно. Интересно, да, что за уровни, оказывается, уровни есть, да. Ну-ка давай, да, рассмотрим, расскажи. Тут вы можете нарисовать схему, да, рассказать про законы на каждом уровне. И тогда, получается, вы уже попадаете в одну модель, да, в одну модель. И если вашему партнеру или супругу нравится эта модель, ну или он в любом случае, наверное, если это думающий человек, читающий, он тоже захочет побольше узнать об этой информации, да, вы ему можете рассказать. Вот, тогда, конечно, здесь, ну, на какой-то момент, наверное, этот момент можно предусмотреть. Опять же, я оговорюсь на какой-то момент. Потому что, когда идёт очень сильный накал страстей, к сожалению, вот уровень рефлексии, уровень осознанности, он резко падает. Трезвость, что называется, восприятие падает. Да, падает. И здесь должно быть или очень сильное желание, и всё-таки нужно обучиться. Понимаете, это как некая модель поведения. Это как некая информация, которая становится практикой твоей жизни. Потому что, как обычно, ну, прочитать книгу или посмотреть фильм, это не работает. И когда вы говорите про законы, вы как раз вот эти законы имеете в виду? А вы можете сказать, например, вот сейчас, какие базовые, основные законы нужно соблюдать, чтобы не попасть в самую неприятную ситуацию? Давайте про них поговорим, да. То есть кроме видов отношений, да, во-первых, мы их знаем уже, да, после нашей передачи, просмотра передачи. Мы знаем, какие формы есть взаимоотношений. То есть есть уровень дистанта, да, то есть ещё есть базовые принципы в отношениях. То есть, конечно же, это закон брать и давать, да. То есть если нарушается закон брать и давать, ты становишься или в родительскую позицию, которую всё время даёт. И, соответственно, это грозит чувствами вины, чувствами гиперответственности, гиперконтроля и так далее. И, скажем, диалог нарушается. Другой человек начинает чувствовать себя бессильным, потому что ты у него отнимаешь силу. Или же, ну, скажем, чувствовать себя таким обиженным. То есть он уже не подвластен в отношениях. То есть из него в таких видах отношений ты делаешь ребёнка. Ребёнка. Активизируется детская часть, получается. Вина и обида вам в помощь, что называется. Да, вина и обида, да. И вот это расщепление как раз, да, дихотомии. То есть родитель, а на другом конце у нас ребёнок. Второй момент – это, конечно же, я-послание. Очень важно чётко формулировать свои запросы. Говорить я-сообщение. Что я хочу на данный момент. Какие мои требования в отношении конкретного, да, ну, человека. Какие ожидания и какие соответствия. Потому что здесь тоже надо посмотреть, что у нас есть уровень требований, уровень ожидания и соответствия практически к любой ситуации. Будь то это социальный уровень, будь то это эмоциональный уровень, будь то сексуальный уровень. Уровень соответствия? Да, соответствия – это некая идеальная модель, идеальный образ. Соотношение иллюзий и... Идеальный образ с учетом, знаете, как пережитого умного опыта. Мы, предположим, родительская семья, то есть девушка молодая хочет выдать замуж девушку, и приходит молодой человек. И вот родители, особенно родители, очень точно знают, соответствует этот молодой человек в женихе. Их представлением, у них есть представление о том, каким он должен быть. Это некий собирательный образ, он бессознательный, очень часто, если этим специально не заниматься. И, соответственно, мы его считываем, ну вот, прям вот, или да, или нет. То есть у нас как бы сразу же возникает интуитивное вот это вот переживание. Даже иногда мы словами не можем рассказать. И вот мы точно знаем, вот этот человек соответствует. Я, например, как руководитель могу понять, этот сотрудник соответствует, а этот не соответствует. По каким-то микропромахам, по каким-то микрожествам даже. Это вот про это. Поэтому здесь, конечно, важно, опять же, понимание себя, своей системы идеальных, да, то есть образов. Когда ты понимаешь свой, насколько вот уровень соответствия он соотносится, здесь, когда все уровни совпадают, уже успех обеспечен. А дальше по законам, если двигаться? Если говорить про уровень эмоциональный, на эмоциональном уровне существует закон свободы. То есть мы не можем выдвигать в отношении другого человека требования. Мы можем, может присутствовать уровень ожиданий, это допустимо. Но он не должен переходить в уровень требований. Но разницу мы чувствуем, да? Ожидание и требование. Да, это разные, да, полюса ожиданий, мы говорили, это инако. Ожидание, да, ожидание может быть реализовано, а может быть не реализовано. И если оно реализовано, мы радуемся, а если нет, мы грустим. А уровень требований, это прям вот... Ты должен. Должен, это система долженствования, это система, ну, скажем, если это, скажем, требования не соблюдаются, у человека уже наступает агрессия. То есть такое, скажем, ну, деструктивное реагирование, да, то есть может быть такое проявленное, вплоть до ярости. Поэтому мы знаем, что в семейных ситуациях очень, скажем, бывают такие различные бытовые, вплоть до побоев, да, именно семейные бытовые вот эти конфликты, которые переходят в ситуации побоев. Это связано с тем, что размываются границы дозволенного, и уже человек переходит с уровень требований на уровень уже физических действий. Применение этих требований. Применение требований, да, которые прям нужно получить здесь сейчас, через силу. Вот. Это закон свободы. То есть его важно соблюдать, если мы хотим сохранить любовь, симпатию. И тогда нужно быть готовым, что человек, он по интуиции, по наитии души, сегодня, если он расположен поговорить с вами, он будет разговаривать, и в хорошем расположении вы прекрасно попьете чашечку чая, да, то есть проведете прекрасно душевное время. Но если нет настроения, то не стоит переходить на уровень требований. Вот это что ты со мной не разговариваешь, почему ты там все везде молчишь и так далее. Почему ты не звонил мне, почему ты пришел поздно. Почему ты не взял трубку и так далее. Да, где ты был, я ожидала, что ты принесешь мне букет цветов, а его все нет и нет. В конце концов, да. Где моя шуба? Где моя шуба? Съела моль. Хорошо. Это закон эмоционального уровня. Видимо, есть еще закон на интимном или сексуальном уровне. Но вот все-таки сексуальный уровень и интимный уровень я бы тоже разделила, да, потому что сексуальный уровень, он предполагает интимность. Но мы говорили, что есть интимность еще в отношении самого себя и в отношении, наверное, если говорить к Всевышнему. Потому что если говорить даже про молитву, когда человек молится, он тоже в опрошании находится в молитве, в интимном обращении. В интимном духовном состоянии. Да, в духовном состоянии. Это тоже про интимность. Но здесь нет сексуальности. Вот поэтому, если говорить про сексуальный уровень, это уровень телесного взаимодействия. И здесь работают законы удовольствия, да, то есть основной принцип удовольствия, да. То есть им важно знать коды доступа к телесности другого человека. Очень хорошо. Хорошая фраза, коды доступа к телесности. Коды доступа, да. Как там говорил Ури, да, в приключении электронику у каждого человека должна быть кнопка. Вот здесь тоже кнопка, которая запускает сексуальное наслаждение. И, соответственно, когда мы находим эту кнопку, то здесь очень много, да, то есть и кайфа, и радости, да, то есть психофизиологического, скажем, такого, взаимодействия ресурсного состояния, да, которое наполняет, действительно, ну, если говорить про отношения мужчины и женщины, наверное, будет странно, да, если этот уровень у возлюбленных будет отсутствовать. Хотя такие отношения тоже есть, да. То есть в истории такие отношения есть, когда не затрагивается сексуальный уровень, ну, наверное, это как взаимоотношения монашеств, да, монахов. Вы хотите сказать, что есть отношения, в которых нет контактного секса, что ли, да? Так вы об этом говорите? Да, 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 да. Ну, тантрический секс, например. Ну, да. Ну, тоже про удовольствие, про какие-то путешествия. Ну, тоже про удовольствие, про путешествия, да, но здесь, вот если говорить про такие пары, да, то есть это, скорее всего, люди, которые устремлены в каком-то едином духовном направлении, может быть, это действительно определенно осознанное монашество, может быть, это связано с состоянием здоровья одного из супругов, или же, в принципе, сексуальной несовместимостью в паре, такое тоже может быть, когда, ну, скажем, нет такого удовлетворения в психофизиологическом уровне. То есть, и как бы пара принимает это, что у них так и есть, у них есть более высшие ценности, которые за ними, да, стоят, над ними стоят, наверное, даже так, которым они следуют. И тогда, конечно же, может возникнуть такой вопрос, а может быть, тогда на стороне реализуются, да, эти потребности? Да, да, очень интересный вопрос измены, вот эта вот пресловутая фраза измены, да, здесь сразу всплывает. Опять же, да, это понятие, опять же, перегружено, да, то есть имеет очень много смыслов, что считать изменой, да, потому что об этом можно говорить много и долго, да, но, наверное, основной посыл в том, что у каждого есть морально-этические нормы и принципы, да, и для того, чтобы не, вот эта тема, скажем, измена, она не переходила в какую-то слежку и контроль в отношении другого человека, партнера, супруга, то есть важно опираться на свои морально-нравственные качества, принять для себя какое-то единое решение, свое отношение выработать к этой теме, насколько оно для тебя допустимо, недопустимо, и следовать этим законам, то есть ты можешь контролировать только себя, к сожалению. Немножечко, немного хотела, может быть, еще приостановиться вот на этом коде телесного доступа, смотрите, и почему это связано со словом измена, потому что даже в паре отношения могут остывать, условно говоря, с разной скоростью, да, и когда у одного в паре все еще горячо, а у другого все остыло, то есть один получает удовольствие, второй уже не получает удовольствие, вот этот код доступа, он уже не срабатывает, и тогда вот возникает вопрос с изменой, о которой вы сейчас говорили, да, перегруженные понятия, безусловно, но там ведь очень много пластов, я просто помню, что когда я училась у Сергея Владимировича, для меня, то, что он сказал, для меня было в свое время окном Эвертона, когда он сказал, а что вы считаете изменой? Ну, то есть соприкосновение каких-то частей тел, людей, вот когда я с вами до вас рукой дотрагиваюсь, это измена или нет? А другой частью тела, это измена или нет? Поцелуй, это измена или еще нет? Да, да, вот тоже здесь, и все-таки здесь все, опять-таки, очень индивидуально, да, что в конкретной паре, в конкретных людей, что называется вот этим самым словом, обозначается термином. То есть это вопрос, или это получается риторическое, потому что, если, например, говорить про измена, тогда нужно вернуться на эмоциональный уровень и вернуться к закону о том, что возлюби ближнего, как самого себя, то есть можно любить всех, да, и чем больше ты любишь, тем больше у тебя, скажем, эта способность любви развивается, но именно эмоциональном отношении, то есть имеется в виду не психофизиологическом отношении, а в эмоциональном отношении. И чем более разнообразное отношение у нас, и больше друзей, контакт, там, знакомых, я не знаю, коллег, тем больше мы переживаний получаем, и тем более богаче у человека психоэмоциональная сфера, то есть он взаимообогащается. И мы знаем, что масштаб личности определяется масштабом отношений, масштабом системы отношений. То есть, и поэтому, если мы говорим, опять же, про семейную систему и про требования того, что женщина, жена говорит, ты должен любить только меня одного, тем самым... Всегда еще. Да, всегда, да. То есть она таким образом запрещает мужу взаимодействовать с другими людьми и даже с коллегами-женщинами, потому что это все вызывает у нее большую ревность, и мы на консультации разбираем, да, насколько она хочет, то есть, получается, сузить мир, да, своего мужа, мужчины до ее мирка. Один человек не может заменить другого человека, вернее, всем, всю вселенную вообще, то есть все дать. А женщина претендует на это, и тогда у нее самой случается эмоциональный перегруз, потому что она хочет быть для него всем. Богом, можно сказать. Да, и другом. И она действительно старается. Есть очень много таких кейсов, очень много таких историй, но это одна из причин женского истощения. И вот в этом истощении женщины очень часто провоцируют ссору таким образом, пусть даже не нарочно. Вот когда мы ссоримся, вот кто виноват в ссоре? Ну, да, вопрос, кто виноват, откуда, да, кто задирается, да, кто задирается. Потому что ведь, опять же, это же как вспышка, вопрос, сам вопрос, да, кто виноват, кто первый, или кто первый начал. Кто-то ты первый начал, нет, ты, это как с Панниковским, это, ты кто такой, нет, ты первый начал, нет, ты, нет, ты. И так можно до бесконечности. Здесь поэтому нужно остановиться и опять же спросить. Так, у нас на каком уровне проблема возникла? Давай посмотрим на физическом, физиологическом, сексуальном, да, первом, эмоциональном, значит, социальном. Или мы вообще потеряли смысл быть вместе, нам надо пересмотреть смыслы наши. Мы вообще перестали разговаривать, как вариант, да, и быть друг другу интересны. То есть получается, что если ссора, это просто такой индикатор того, что, ну, есть чем заняться, в общем-то, есть в чем разобраться. Да, да, если самим не получается. А если нет вообще ссор, это нормально? Вот когда в отношениях, вот, тишь и гладь, и Божья благодать. Еще один кейс расскажу, что семейная пара, то есть очень долго прожила вместе, 20 лет, то есть практически не ссорились, не, очень все было душевно, мило, да, на первый взгляд. И однажды мужчина пошел в магазин и не вернулся. Все, он ушел из дома. Таки, да. Да, потому что, ну да, много чего накопилось, и уже все это и словами не передать, и даже, ну, смысл не видит в этом, да, потому что были до этого попытки рассказать, поделиться, но они были восприняты, не были восприняты, не были услышаны. И человек понял, что у него нет никаких шансов быть услышанным. И я так понимаю, вот эта ваша фраза о том, так, стоп, давай остановимся, посмотрим, на каком уровне у нас проблема, это и есть тот самый ваш способ быстро помириться и найти, приостановиться, что ли, да? Здесь, наверное, точнее, ну, кем ему, как то сейчас ты говоришь, да, да, как то сейчас ты говоришь, кем сейчас мы являемся друг для друга. Ну, так можно. Действительно. Даже мы ведь, у нас очень много ипостасей, да, то есть я могу быть и женой, могу быть и подругой, я могу быть, там, да, и сотрудником, я могу быть, да, очень много, да, чем более, скажем, развитая личность, тем более, ну, и, скажем, уровень вовлеченности, да, скажем, активности вашей, тем больше ипостасей, там, ролевых вы имеете. Сегодня мы с Энжи Анваровной поговорили, вернее, затронули тему отношений, поскольку эта тема очень глубокая, многослойная, в одну передачу, конечно, ее не уместишь, но мы вам рассказали об уровнях, об видах, о том, как, чем опасно чревато вот это смешение этих уровней, этих видов, и, ну, образно говоря, дали удочку, да, в каком-то смысле слова. Дальше сами. Спасибо большое вам за передачу, за ваше участие, за вашу замечательную информацию. Спасибо вам большое, и хочется пожелать всем зрителям знать правила вождения, скажем так, мужа вождения, жены вождения, для того, чтобы... Деда вождения еще. Деда вождения, да, для того, чтобы не случались аварии на дорогах. Спасибо. Хорошей вам рыбалки, берегите себя. С вами была программа «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok